Доброе утро, друзья! Доброе утро! Сегодня на дворе у нас 4 февраля. 4 февраля. Завтра ко мне придут внучки в гости, поэтому моя старшая внучка очень любит серые щи. Щи серые по-вологодски. Поэтому сегодня мы сварим щечки по-вологодски. Для начала, как и любое первое блюдо, мы варим бульон. У меня здесь две косточки, очень такие шикарные косточки с миском. То есть варится бульон. Варится он уже, я так хочу сказать, часика-два, это точно. Еще хочу сказать, чтобы бульон был насыщенный, концентрированный, значит нужно не жалеть хорошего мяса, хорошую косточку. И, конечно, ее варить нужно очень долго. Вот у меня здесь две косточки, уже бульон практически готов. Сейчас я достану мясо. А там, видите, буковочка? Да, прям в кожурке, в чешуйке варится. И бульон от этого становится красивый, насыщенный такой. Вы знаете, цвет у него красивый получается. Поэтому бульончик мы сварили. Сейчас мы его процедим. Процежим, процедим. И будем продолжать дальше. Бульончик процедили. Мы опустили картошечку. Картошечку опускаем целиковую. Да-да-да, по-лагутски щи серые. Варим вот так, целиковую картошечку. Дальше мы сделаем обыкновенную поджарочку. Лук, морковочку. И с добавлением крупы. Крупу берем раньше, в русских деревнях брали перловую. Но мы возьмем, теперь мы же люди современные, выбираем, что получше. Поэтому мы возьмем булгур. Лук порезали мелкими кубичками. Сейчас мы ее отправим на сковородку. Морковочка у меня замороженная своя. Поэтому я думаю, что мне вот такой пластинки хватит. Здесь немного, это кажется, что большой. Косточки у меня остывают. Я разберу мяско и покрошу мелкими кубичками, как обычно мы добавляем суп. Картошечка наша сварилась. И мы прямо сейчас вот так в кастрюльке ее разомнем. Хорошо-хорошо растолчем. Растолкем, чтобы она превратилась в такую хорошую, разваристую. И не чувствовалось так вот, скажем, никаких ни кубичков, ничего. Вот так вот варятся щечки. Посмотрите, какой хороший насыщенный бульон. Кстати, бульон я варила на лосятинке. Картошку мы растолкли. Теперь самое время опускать крошево. Крошево я вам уже показывала в одном из видео, как мы его приготовляем. То есть это рубится светлая часть капусты с темной частью капусты. Потом идет закваска. Ну, как квасится капуста. И вот такие они получаются кисленькие. Знаете, как щи из щавеля. Вкусные, ароматные. Ой, кто на Вологодщине живет, тот не даст собрать. Ну, а здесь у меня разобрано мяско. Сейчас я отправлю крошево. Оно закипит. И я добавлю туда мясо. Ну что, друзья. Наши серые вологодские щечки готовы. Сейчас мы нальем. Попробуем. Со сметанкой. Можно просто так. Можно с гренками, с черным хлебушком и с чесночком. Это очень аппетитно, вкусно. И посмотрите, они какие кисленькие, ароматненькие. А пахнет как вкусно. Ну, конечно, еще если бы это со свининкой было, это было бы вообще удивление. Вкусняшка. Всем рекомендую, кто живет в Вологодской области. И у кого есть возможность приготовить крошево. Пока-пока. Ну и как, Дианочка, вкусно? Вкусно? Любимые щечки. Любимые щечки. Любимые щечки моих мючек. Сейчас я как-то разбонку. Сегодня, значит, мы с вами еще пирожочки испекем. Посмотрите, какое огромное блюдо, миска, да? И сколько теста. Это оно уже сейчас немножко поупало. Сейчас мы его немножко пообовнем. О, вон оно какое красивое, эластичное, пушистое. Сейчас пусть оно еще у нас немножко походит. Мы его закроем крышечкой. А пока приготовим начинку. Капуста жареная у меня уже готова. Творожок у меня уже готовен. Ну, и сейчас сладеньких еще сделаем. Ну, всяких разных сделаем. Ну, то, друзья, добрый день еще раз. Добрый день. А сегодня мы с вами еще испекем пирожки. Пирожки разные у нас будут, с разными начинками. Это будут и с капустой, и с творогом. И с чем еще? Будут и сладкие. Будут яйцо, майонез и сырок. То есть пирожки будут разные-разные на все вкусовые качества. Кто с чем любит. Тесто у меня уже подошло. Я его, видите, разделала на небольшие такие колобочки. Вот оно у меня отдыхает сейчас. Посмотрите, как оно у меня. Вон, какое тесто хорошее. Вот оно какое. И сейчас мы начнем, наверное, с творогом. С творожной начинкой. Так что, оставайтесь со мной. Все покажу. Раскатываем тесто в лепешечку. Посерединке выкладываем начинку. Ну, а с боков делаем вот такие разрезики. Вот так вот. Покрашиваем. Делаем вот такой красивый, аккуратненький пирожок. Посмотрите, какой вот он получился. Вот такая лодочка. Это у нас будет с творогом. Вот так. Ну что, первый подносик у нас пошел, это у нас пирожочки будут с творогом. У нас предварительно уже включена духовка на температуру 180 градусов вверх-вниз, поэтому поехали в духовку. Приступаем к пирожкам с капустой. Раскатываем вот так вот в такой вот пласт, такой прямоугольный скажем, но это одна из форм. Я очень много знаю формы, как лепить пирожки, я думаю, что ни одна я это знаю, никого я не учу, я просто показываю, как я это делаю. На краешек ложим начинку, но это наподобие как как улитки, но только это будут у нас пирожки вот такой формы. Вот и вот такой пирожок это будет у нас с капустой, вот просто такой формы. А формы могут быть вообще любые и разнообразные. Смазываем яйцо разведенное либо с молочком, либо с водой. Поставим на расстоечку, ну где-то может быть минут на 5-10, чтобы они немножко распушились и мы уже увидели. Видите, они немножко расходятся с краешек, то есть это так и задумано, чтобы они у меня не сходились, а вот именно такими рогаликами были. Сейчас они мне маленько поразойдутся, пока я их не буду, но они сами по себе разойдутся, вот так вот видите. И все, и отправим в духовочку. А первый подносик уже практически готов. Вот, первый подносик вытащила с ворошком. Поехали с капустой в духовочку. Ну вот, такие рогалички поспели. Рогалички с капусточкой. Ой, ну какая красота. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Правда? Сейчас у нас еще сладкие булочки, потом с яйцом, с сыром, с майонезом. Так что еще такая огромная тарелочка будет. Ну и вот такие. Смотрите, румяненькие, аппетитненькие. А эти у меня поедут в духовку. Я думаю, что, наверное, я с вами прощаюсь на этом. Но если я уж прощаюсь, то желаю вам всех благ от души. Самое главное здоровья, всем мира, добра. Оставайтесь с нами. Лариса и Сергей. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok